Начало положено. Первая группа студентов станет основой нашего успеха с тем, чтобы мы могли заниматься не только образовательной, но и научно-исследовательской деятельностью. Вместе мы будем организовывать наши идеи в виде материальных вещей, организовывать стартапы и идти дальше. Наша цель – разрабатывать в России программное обеспечение с лучшим качеством, сдавать его в срок и делать его надежным. Я приехал в университет Иннополис из города Тюмени. Я из Нижнего Артовска. До приезда в Иннополис в Казань я учился в Московском физикотехническом институте. Я из Казани. Последние 10 лет я учился и работал в Москве. По программу я узнал с сайта Хабрахабр, прочитал там статью, подал документы, мне прислали ответ, пригласили на собеседование. Я приехал в Казань, поговорил с ректором Тармасовым, поговорил с профессорами. Когда я пришел на программу, у меня уже был индустриальный опыт. Несколько лет я работал в Москве. Узнал о программе в Востоках. Ректор Иннополиса Тармасов пришел, свидетельствует нам на работу. Мы уже в группе. Из корпоративной рассылки внутри компании Parallel. Я работал в Fujitsu, Team Lead. Я к времени начала программы работал более 7 лет. В разных должностях, начиная с программиста, заканчивая начальником отдела. Это была очень интенсивная и интересная программа по software engineering. Программа нацелена на разработчиков, которые уже имеют опыт в индустрии и которые хотят выйти на новый уровень. 80 часов в неделю нагрузка учебная, это далеко не придет. Программа дает практические навыки управления проектами и очень тесно интегрирована с индустрией. Мы занимались безопасностью облачных систем, мы сделали систему периодических проверок. Я уверен, что под людям, которые закончили этот курс, им потребуется намного меньше времени, чтобы влиться в настоящий рабочий проект. Программа интересна тем, что на ней было очень много международных студентов и было интересно взаимодействовать с этими ребятами, которые приехали из Индии, из Китая, из Кореи. Были ребята из Латинской Америки. Культурные различия, которые мы выявляли по ходу программы и особенности общения, я думаю, очень важны. В течение года я работал в составе порядка 10 различных команд. Всегда есть те, кто лучше тебя в какой-то сфере, ты лучше других в какой-то сфере, вы все время друг друга чему-то новому уучите. Вот эта конкурентная среда мотивирует учиться и двигаться вперед. Если и были какие-то попытки, кроме считать девушек, хуже в программировании, в каких-то технических специальностях, они очень быстро улетают. Преподаватели и профессорам, которые обучали нас очень высокого класса, это люди, которые разрабатывают марсоходы Curiosity, разрабатывают распределенные файловые системы и операционные системы. У нас есть профессора из Италии, из Швейцарии, из Англии. В асперанторе занимаюсь под руководством Мануэля Мацаро. Это профессиональный преподаватель мирового уровня. На самом деле проект зажигает сам по себе, зажигает команда, которая здесь есть. Сейчас в Иннополисе я являюсь асперантом в лаборатории софт-инжиниринга, программной инжиниринг. Меня интересует область интеллектуальных тракторных систем и также взаимодействие между машиной, между машиной и инфраструктурой. В университете Иннополис в настоящее время открывается лаборатория робототехники. Мы прорабатываем проект в динамическое равновесие шагающего робота. Больше всего я интересуюсь разработкой мобильных приложений и робототехникой. Сейчас я занимаюсь исследованиями по групповому взаимодействию роботов, чтобы они могли совместно решать поставленные им задачи. Я половину своего времени посвящаю преподаванию, а другую половину времени я посвящаю проектной деятельности. Мне очень нравится работать в Иннополисе, потому что это дает большую свободу действий. Один из самых больших и амбициозных проектов, которые я знаю в России, то есть построить новый город только для айтишников такого размера, это что-то невероятное. Мы, конечно, можем ожидать большое количество сложностей в самом начале. Все получится у нас. Я верю в этот проект, видно, поэтому я здесь. Мне кажется, это очень хорошая идея для того, чтобы создать крупный центр развития software инжиниринга и вообще information technologies в России. В Иннополисе будет все отлично сочетаться. И жизнь, и учеба, и работа. Я с нетерпением жду момента переезда от города Иннополиса. Идея Иннополиса в том, чтобы предоставить площадку для людей, чтобы они могли заниматься любимым делом в IT-индустрии, чтобы они могли комфортно жить. И все это было бы в одном месте сконцентрировано, удобно и доступно. Конечно, я хочу жить в Иннополисе. Кто бы ни хотел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok